Россия встречала 17 век в тяжелое для нее время. Война с речью Посполитой шла неудачно. Стихийные бедствия и неурожаи влекли за собой голод и обнищание. Кризис безвласти затронул все слои российского общества. Не зря этот период в нашей истории получил название «Смутное время». Воспользовавшись ситуацией, польские интервенты смогли нанести тяжелый удар нашей стране. Больше десяти лет не утихали войны и конфликты внутри страны при участии иностранных захватчиков. Только собравшиеся в Нижнем Новгороде народное ополчение смогло положить конец польской интервенции. 4 ноября под предварительством Нижегородского воевода Казьми Минина и московского князя Дмитрия Пожарского ополченцы успешно штурмовали Китай-город, вынудив гарнизон польских интервентов сдаться. Это был поворотный момент в отечественной истории. По преданиям, один из главных участников этих событий, князь Дмитрий Пожарский, провел свои детские годы здесь у нас, в селе Морчуги. Это была вотчина его матери, Марии Беклемишевой. Здесь же он постигал и азы военного искусства. Предание это записал краевед Иванчин Писарев. «Приятно слушать предания местные, когда они кажутся согласными с историческую истинною». Здесь, в селе, осталось памятным, что, вероятно, здесь взрастал бессмертный князь Дмитрий Михайлович под надзором матери, которая внушала ему благородное честолюбие вместе с высоким чувством патриотизма. Эпоха смутного времени осталась для России тяжелым испытанием. Стоял вопрос о существовании страны как независимого государства. Семи боярщина встала на путь откровенного предательства Родины и православной веры. Призванный народом всех сословий, великую ответственность взял на себя воевода-полководец. Фактически он выполнял функции государя российского. Полный титул его был таков. «По избранию всея земли московского государства, всех чинов, людей ратных и земских дел, стольник и воевода князь Пожарский». Дмитрий Михайлович Пожарский умер 20 апреля 1642 года. Похоронен был в родовой усыпальнице в Суздале. «Наша Родина и после переживала тяжелые и смутные времена. Крестьянские восстания, межтоусобицы и репрессии, гражданские войны и вражеские нашествия. Причина во все времена была одна и та же – жажда власти и богатства. И тогда в трудные минуты мы вспоминаем о русских святынях и защитниках наших – Илье Муромце, Александре Невском, Дмитрие Донском и Дмитрие Пожарском. И не растет трава забвения там, где сильна вера в народ и крепка память о славных деяниях предков». Субтитры создавал DimaTorzok